Здравствуйте! В эфире программа «В центре событий» в студии Снежана Журавлёва. Смотрите сегодня в выпуске. Депутат Окружной Думы от партии «Справедливая Россия» Анатолий Вац принял решение заявить свою кандидатуру на конкурс по выбору главы города Сургута. По его словам, сейчас ведется работа по сбору необходимых для этого документов. На сегодняшний день официально зарегистрированный кандидат только один. Это пенсионер Александр Мигунов. Прием заявок от претендентов на должность градоначальника продлится до 17 июня. Конкурсный отбор кандидатов пройдет 23 числа. 28 июня Сургут узнает имя нового градоначальника. Социального работника «Доброго волшебника» отправят под суд. Сургутским следственным отделом завершено расследование одного из четырех уголовных дел, возбужденных по факту причинения телесных повреждений семилетнему воспитаннику Центра «Добрый волшебник». Социальный работник учреждения обвиняется в совершении преступления по статье Уголовного кодекса «Побои». Напомню, 16 мая в интернете появилась запись с камер видеонаблюдения, установленных в одной из групп реабилитационного центра, где видно, как воспитательница учреждения силой, удерживая ребенка за руки, нанесла семилетнему мальчику травму, а социальный работник учреждения ударил его по голове. Следствием собрана достаточная доказательственная база, среди чем обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой города Сургута. Кроме этого, расследование уголовных дел в отношении бывшей воспитательницы учреждения, обвиняемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и умышленным причинением средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего, а также в отношении бывшего директора реабилитационного центра и заведующего отделения дневного пребывания подозреваемых в халатности продолжается. Представители стран БРИКС признали 8-й международный IT-форум в Ханты-Мансийске лучшей площадкой для обмена опытом в сфере развития информационных технологий. Он открывает новые горизонты и расширяет связи. Почему так важно делиться своими разработками и узнавать новые идеи? Какие проблемы и вопросы решают на международной дискуссионной площадке? Расскажет Юлия Бабенышева. Поддержка, взаимодействие и расширение контактов. Именно в этом участники и организаторы IT-форума видят главную задачу. В 18-й раз представители стран БРИКС и ШОС собираются вместе, чтобы обсудить актуальные вопросы. Ханты-Мансийск принимает гостей, как полагается, с русским гостеприимством. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМЕРНОМЕРНОСТЬ Ежегодно форум набирает обороты. Представители из 48 стран мира прибыли в Югру в этот раз. Технические направления востребованы среди населения всего мира. Информационные технологии в повседневной жизни каждого человека. Без них в 21 веке просто нельзя представить общество. Однако на сегодняшний день их распространение в мире характеризуется неравномерностью. Цифровое неравенство стало поводом для обсуждения. Африка, мой континент, один из самых богатых и быстро развивающих регионов мира. Богатый регион, как природным, так и человеческим ресурсом. Однако уровень развития информационной технологии остается в целом низким. Также одним из важных вопросов стал поиск способа ухода от рисков, связанных с защитой персональных данных пользователей интернета, которых сегодня только в России около 80 миллионов. На наш взгляд, то, что в прошлом году состоялась первая в истории встречи министров связи БРИКС, и то, что мы видим такое расширение контактов, подтверждает актуальность нашей общей повестки дня. Во многом она связана с вопросом диверсификации сложившейся модели развития мирового рынка информационных технологий, в которой, к сожалению, по-прежнему доминирует, по сути, одна страна и несколько компаний. Два года назад участники IT-форума впервые выступили за то, чтобы наладить сотрудничество в области телемедицины. В прошлом году был подготовлен проект создания комплексных телемедицинских систем в регионах стран БРИКС. И сейчас этому вопросу уделили особое внимание. На полях нынешнего форума готовится к подписанию соглашения о создании международного телемедицинского сообщества стран БРИКС. Планируется, что после создания сообщества выступит с обращением правительству Индии председателю БРИКС на 2016-2017 годы с предложением поддержать развитие проекта совместимых телемедицинских систем. Развитие информационного общества, формирование открытого правительства, информатизация нефтегазовых компаний, роль электронных библиотек. Об актуальности вопросов восьмого международного IT-форума споров нет. Информационные технологии сейчас лидируют во всех сферах, абсолютно и в культуре, и в образовании, и в здравоохранении, и в спорте, где угодно. Поэтому проведение подобного форума очень актуально на данный момент. Потрясающе актуально. Я все бросил и приехал. Я заведующий отделом Государственного исторического музея, у меня три выставки открываются, а я здесь. Это очень нужно, полезно, ну и, как сказать, есть много важных моментов, чтобы посетить этот форум. Результатом работы станет Югорская декларация восьмого международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. Будут также заключены деловые соглашения и разработан план реализации решений форума. Юлия Бабенышева, Сергей Колотов, Сургут Интерновости. Сегодня православные христиане отмечают праздник Вознесения Господня. Свершается он на 40-й день после Пасхи и находится в числе 12 главных православных праздников. В этот день служат торжественные литургии, а по их окончании под звон колоколов читается часть Евангелия, посвященная событиям Вознесения Господня. Православные связывают с этим праздником множество обычаев и традиций. Так в старину в этот день пекли особенные блины, называемые Христовы Лапотки или Божья Анучка. И смысл этого праздника таков, что мы радуемся о том, что Христос вознесся на небо, дал благословение через учеников всем нам и обещание о том, что снова придет. К пятилетию Ханты-Мансийской епархии в столице округа прошел пресс-тур. Журналистам показали храмы и часовни Ханты-Мансийска, рассказали их историю. В частности, побывали у Никольской часовни, ансамбль которой был отнесен к объектам культурного наследия. Узнали про становление храма Покрова при Святой Богородице. А завершилась экскурсия в Воскресенском кафедральном соборе. В честь события в кафедральный собор Воскресения Христова доставили на вечное хранение ковчег с частицей мощей Блаженной Матроны Московской. Литургию возглавил митрополит Ханты-Мансийский Сургутский Павел. По окончании праздничного богослужения клирикам и мирянам епархии вручили патриаршие и епархиальные награды. День города в Сургуте начнут отмечать уже 10 июня. В пятницу лучших из лучших горожан занесут на доску почета, в Доме журналистов пройдет презентация книги улицы Сургута, а в Краеведческом музее откроется фотовыставка Сергея Анисимова. На следующий день 11 числа в Сургуте отметят 50-летие – начало строительства железной дороги Тюмень-Сургут-Нижневартовск-Новый Уренгой. В город прибудут ветераны транспортной отрасли. Вместе с ними будет открыта мемориальная доска памяти Анатолия Букова, первого руководителя Свердловской железной дороги. В три часа дня в художественном музее пройдет церемония награждения победителей Международного форума «Карикатуру», а в шесть вечера стартует традиционный рок-фестиваль «Нулевой причал». Он растянется на два дня. Всего приезжает в город 8 групп. Это город Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Сургутская группа. Хочу сказать, что она из группы всеизвестная. Молодежь в городе, в принципе, полюбила и всегда входят на эти премии концерта. Это сфера, готовятся. У всех абсолютно новые. Сегодня есть свой репортаж, который будет представлен на площадке, центральной площадке города. Поэтому я думаю, что всем будет интересно. Непосредственно 12 июня в Сургуте пройдет основная часть мероприятий, посвященная Дню города и Дню независимости России. В 9 утра на стадионе в спортивное ядро откроются сразу несколько площадок. В полдень на площади перед театром Сургу начнется праздничная концертная программа с участием детских и творческих коллективов, ансамблей самодеятельности. В 5 вечера горожан поздравят руководителей Сургута и градообразующих предприятий, а в 19.00 программу празднования завершит продолжение фестиваля «Нулевой причал». Увы, но салюта в 422-й день рождения города не будет. С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте indifiznews.ru или в официальной группе телерадиокомпании «Сургут Интерновости» в социальных сетях. Мало того, мы не планируем фейерверки на пускмед наших вечерах в школах «Алой паруса». По многому причиной этого является отсутствие пока еще достовенной информации о том трагическом салюте, который прошел в городе Дзержинске, по-моему, да? Я думаю, что в целях соблюдения безопасности, мер безопасности, нам лучше дождаться результатов, а потом уже планировать при организации дальнейших каких-то праздничных предприятий. Компания «Газпром Трансгаз Сургут» определила лучших электромонтеров. Региональный финал прошел на базе учебного центра в Сургуте. Дмитрий Подлесной продолжит тему. Растегнуть город, ослабить поясной ремень, зрачки проверить на свет, затем дышать или не дышать, послушать. А далее специалист приступает к реанимации. Два вдоха и 30 надавливаний на грудную клетку. В спасении человека важна каждая мелочь. Расположение рук – сила воздействия. Поэтому необходимо выполнять алгоритмы четко, при этом процесс не терпит промедления. Виктор Чередниченко за долгие годы работы в «Газпром Трансгаз Сургут» не раз участвовал в конкурсе «Лучший по профессии». И такими заданиями его не удивить. Более того, основы оказания первой помощи человеку, равно как и теорию по электробезопасности, охране труда, газовики знают на зубок. Ни на минуту не забывают профессионалы своего дела и о принципах работы. Как у нас говорят, вообще для электриков это бесперебойное качественное электроснабжение предприятия. А для электромонтера это, конечно, сохранение и безопасное проведение работы в электроустановках. Самое главное, чтобы себя тоже защитить от электрического тока. У Евгения Болзина из Новоуренгойского ЛПУ свое видение принципов работы электромонтера. Молодой специалист считает, что главное это сохранять хладнокровие и помнить алгоритм действий. Конкурсант уже в третий раз участвует в финальном этапе турнира профмастерства. В копилке наград есть и призовые места. Амбиции – завоевать золото, чтобы отстаивать честь родного «Газпром Трансгаз Сургут» на всероссийском уровне. Подготовка к конкурсу заняла определенное время специалиста. Начал подготовку и теоретическую часть по схеме, то есть разборка, проверка, тренировка навыков, то есть алгоритм сборки схем, потому что это очень важно, что в первую очередь делается, что делается во вторую очередь. Отрадно, что в конкурсе «Лучше по профессии» так или иначе задействованы практически все специалисты. Четкая вертикальная система проведения соревнований создает внутреннюю конкуренцию, которая приносит определенные результаты в виде повышения квалификации сотрудников и их мотивации к саморазвитию. Более того, с момента начала проведения конкурсов количество внештатных ситуаций на объектах снизилось, а реагировать на них электромонтеры, наоборот, стали быстрее. Люди знают свою работу, мгновенно определяют необходимость производства переключений, какие необходимо выполнить, чтобы обеспечить надежное электроснабжение. Более того, объекты «Газпром Трансгаз Сургут» имеют первую категорию электроснабжения, что обеспечивает надежную эксплуатацию работающих агрегатов при отключении основного источника электроэнергии. По итогам трех этапов в конкурсе среди электромонтеров победу держал Сергей Шевелев из Инженерно-технического центра. На втором месте Евгений Болзин, бронза у Евгения Головачева из Тобольского ЛПУ. Дмитрий Круховец, Дмитрий Подвесной, Денис Зонов, Вячеслав Шапкунов, Сургут Интерновости. Гладиатор Тфайтс в Сургуте. 24 июня в развлекательном комплексе «Вавилон» состоится грандиозный турнир по тайскому боксу. Сургутские спортсмены примут бой против именитых соперников из различных уголков Урала. Соревнование организует Клуб спортивных единоборств «Медведь» совместно с телерадиокомпанией «Сургут Интерновости». О подготовке бойцов к предстоящим поединкам расскажет Дмитрий Подвесной. Гладиаторские бои в Сургуте. 24 июня в развлекательном комплексе «Вавилон» состоится битва года. Сургутские спортсмены, проповедующие основы древнего искусства тайского бокса, выйдут на ринг против маститых бойцов из Омска, Тюмени и Екатеринбурга. В соперниках достаточно титулованные атлеты, призеры всероссийских и мировых первенств. Поэтому и подготовка наших спортсменов соответствующая. К нам едут очень хорошие соперники с разных городов. Мы готовимся каждый день, два тренировки в день. Надеемся показать достойные, хорошие бои, победить. Под стать задачей и настрой. Валерия Грошева занимается тайским боксом всего два года. По ту сторону ринга 24 июня ей будет противостоять серебряный призер мирового первенства. Но предстоящего боя сургутянка не боится. Валерия планомерно готовится к битве. Есть определенный план схватки и козыри. Тайский бокс научил у меня выносливость и научил терпение. То есть это прям целая такая наука, целая жизнь воина. То есть приятном тайский боксе вы учитесь терпению, вы учитесь принимать разные жизненные ситуации. Именитые гости прислали своим соперникам видео с записью своей подготовки к турниру. Как видно, настрой у бойцов не шуточный. А это значит, что сургутян ждет настоящее зрелище. Не пропустите. 24 июня 8 вечера в развлекательном комплексе «Вавилон». Гладиатор «Файтс». А на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Один из крупнейших застройщиков города, строительная компания «Сипромстрой» в этом году празднует 20-летие плодотворной деятельности. В честь дня рождения принято дарить подарки. И этот подарок в виде специальной акции делает горожанам сама компания. На самом деле, даже если брать уровень цен, который был установлен компанией «Сипромстрой» доакционный, то он, безусловно, довольно привлекательный. Цены у «Сипромстрой» даже без учета стартовавшей акции, наверное, без привлечения самые низкие в городе, на готовые новостройки. Та самая акция, о которой идет речь, подразумевает покупку квартиры-студии за 1 миллион 400 тысяч рублей, однокомнатной квартиры площадью 49 квадратных метров за 2 миллиона и двухкомнатной квартиры площадью 72 квадрата за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Все предлагаемые по акции квартиры располагаются в 38-м микрорайоне. Акция пройдет с 9 июня по 10 июля этого года включительно. В этой акции не будут принимать участие все квартиры. Акционное именно предложение достаточно ограничено. Например, квартир-студии, которые мы выставили в акционное предложение, их всего лишь 25. 28 метров квартиры, их всего 25 штук в этой акции будут принимать участие. При этом, по-моему, всего за половину сегодняшнего дня уже несколько таких квартир произошло. К слову, в дополнительной стимуляции продаж компания «Сипромстрой» не нуждается. Из 6 тысяч квартир комплексной застройки 38-й микрорайон, незаселенными осталось чуть более тысячи объектов. Молодой микрорайон привлекает сургутян и гостей города всех возрастов своей новизной, близостью к крупному торгово-развлекательному центру, уже развитой инфраструктурой. Кроме всего прочего, компания «Сипромстрой» теперь продает квартиры только в собственном офисе продаж, что уже существенно экономит деньги и время покупателей. Всероссийский фестиваль меда в Сургуте. Более 100 видов меда и пчелопродукции. Каждый день бесплатная дегустация. Покупая килограмм меда, второй получаешь в подарок. С 10 июня на площади перед Сургут Ситимол. Уважаемые руководители салонов красоты и косметологи, примите участие в чемпионате по шугарингу и докажите, что ваш салон лучший. 14 июля. Конференц-зал «Дали Холл». Оставляйте заявки на сайте worlddepill.com. Информация по телефону 446-441. Галерея «Текстиль и антураж» принимает индивидуальные заказы на пошив школьной формы и выпускных фартуков. В продаже готовая школьная форма. Сорочки, брюки, жилеты для мальчиков, блузки, сарафаны, юбки, жилеты для девочек. Подробная информация по телефону 37-12-76. Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральной. Открытый для всех, доступный каждому. Солейник. 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 Коллизионе. То, что действительно модно. Что делает ваш ребенок, пока вас нет дома? Видеонаблюдение через интернет. Мы покажем в любом месте, на любом устройстве. ОКОВИДЕОН 4909. Мы лечим зубы под микроскопом. Микроскоп позволяет снизить риски некачественно обработанного канала, вторичного воспаления и заглянуть даже в самые труднодоступные места. Это новый уровень качества. Покупка квартиры без риэлторов, без посредников, без первоначального взноса, либо первоначальный взнос может составить всего 64 тысячи рублей. Только в офисе продаж Сипромстрой на Тюменском тракте 2.1. Сипромстрой. Добро пожаловать домой. Привлекательный ассортимент в магазине Аметист. Для дам шикарные украшения с драгоценными камнями. Для мужчин аксессуары, брелоки, печатки, зажимы для галстуков, часы, крупные цепи, браслеты. Большой выбор обручальных колец из белого, красного и комбинированного золота. Для детей цепочки, серьги, кольца, подвески. В магазине Адам новые поступления женской одежды. Нарядные платья, брелки, блузки, производство Турции и Москвы. В наличии все размеры. Улица 50 лет, ВЛКСМ 3, друг 2. Телефон 3763-77. Здравствуйте. Информация о погоде на 10 июня. В студии Алина Белявская. Генеральный партнер прогноза погоды компания Еломет. Я живу не только для себя. В этом мое счастье. И даже такие проблемы, как артроз, не пугают меня. Потому что под рукой у меня всегда есть алмак. Чтобы снять боль, я выбираю алмак. Время летних цен. Только до 15 июня цена на Алмак снижена. В аптеках Планета Здоровья, Экона, Фармакопейка и в магазинах Медтехника. Применяйте аппарат Алмак-01, чтобы устранить боль в спине и суставах. Предотвратите рецидивы заболевания и улучшить качество жизни. В пятницу через Среднее Приобье пройдет холодный атмосферный фронт. Сопровождаемый освежающими грозовыми облаками, в то же время на западе и востоке Югры будет сказываться антициклон. С характерной солнечной и сухой погодой. Ночью в Сургуте и окрестностях переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Направление ветра юго-восточное 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 18. Утром облачно с прояснениями кратковременный дождь. На столбиках термометров около 22 градусов тепла. Днем с прояснениями кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду порывистый. Температура плюс 20, плюс 25. В салонах обуви «Саламандр» с 1 по 12 июня акция. На каждую последующую пару обуви в чеке скидка увеличивается на 10%. Саламандр – это стиль, качество и чувство уверенности. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление состоит 756 миллиметров ртутного столба. Каждый мини-байкер найдет своего верного спутника. Самый популярный велосипед уже в «Карапузе». Хит-продаж – этот велосипед ваш! Карапуз! Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам всех благ, будьте здоровы, до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok